Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку сегодня. Я снова с вами для того, чтобы рассказать ещё о одном аромате. Как вы уже заметили, те, кто меня смотрит, те, кто слушает мои рассказы, я в основном говорю только о парфюмерии, только о ароматах, так как я самый настоящий парфюманьяк или парфюманьячка, как уж правильно сказать. В общем, сегодня речь пойдёт о одном прекраснейшем аромате, можно сказать об одном из моих не самых любимых, но любимых ароматов. И я уже вам о нём рассказывала, но я вам рассказывала о немножко другом. Не буду вас стомить, мои дорогие. Смотрите, вот этот аромат, как вы уже догадались, это Герлиан Идиль. Ну, это водичка, это туалетная водичка, это не парфюмерная вода. Я вам в прошлый раз рассказывала о парфюмерной воде. На этот раз я вам решила рассказать, дополнить свой прошлый отзыв, но уже о туалетной водичке. Для меня, конечно, разница довольно-таки ощутимая в них. В прошлый раз я вам говорила, что я собираюсь избавиться от парфюмерной воды, но потом как бы я передумала, и хочется и колется. Колется не могу носить, а хочется, потому что и аромат мне нравится. Но вот в парфюмерной водичке меня добивала нотка одна, очень для меня некомфортная, которая меня напрягала и немножко вводила в тревожное такое состояние. Это была нотка раскалённого утюга, как я уже говорила. Кто смотрел, те знают, а кто нет, не смотрел. Для тех, я сейчас говорю. Это нотка для, как раскалённый утюг, в общем, такое там было. И поначалу, да, цветочки, цветочки, очень приятно, всё классно. Но где-то через часик, наверное, начинался этот утюг. Начинался он и практически он, эта нотка была до самого-до самого конца. Это меня очень напрягало, и мне это не нравилось. Но в то же время я любила аромат. И всё-таки, всё-таки я заказала себе туалетную водичку. Ну, как заказала, я купила её со вторых рук. У нас тут такое сообщество, можно сказать, парфлюбителей. И мы можем продавать или обменивать свои ароматы, конечно, за более-менее доступные цены. Я бы не смогла, конечно, где-то в магазинах покупать постоянно себе новые ароматы. Так, я знакомлюсь, конечно, со многими-многими ароматами. Спасибо девчонкам огромное, которые соглашаются со мной обмениваться. Или спасибо ещё тем, кто продаёт эти ароматы более-менее за доступные цены. С их помощью я знакомлюсь с этими ароматами. И мне есть что вам сказать. Так вот, в данном случае, на данный момент я вам расскажу о туалетной водичке Эдиль. У меня в концентрации туалетная вода. Видно вам, наверное, это? Здесь в бутылочке 100 мл, но мне досталось вот столько примерно. Ну, здесь миллилитров, наверное, и 40, не больше. Но этого мне хватит вполне надолго, так как есть огромное количество ароматов. И просто при всём желании у меня руки не доходят до него. Разве что, ну, может, в месяц раз-два я его нанесу на себя. Ну, сегодня как раз выдался такой случай. Да, аромат очень приятный. И он существенно отличается от парфюмированной водички. Что я вам скажу насчёт стойкости. Кстати, в концентрации туалетная вода имеет не меньшую стойкость, чем в концентрации парфюмированная вода. Пирамидка всё же немножечко отличается. Давайте я сейчас нанесу на себя этот прекрасный аромат. А потом уже будем разговаривать дальше. Ой, какие мелкие-мелкие брызги. Так хорошо этот плювизатор наносит, этот аромат. Ну, это улёт. Знаете, в самом начале, как только наносите аромат, сразу аромат вас обволакивает таким прекрасным-прекрасным шампанским. Сладковатым, таким нежным, приятным, очень шампанским. Вот сейчас всё ещё шампанское я слышу, а чуть-чуть попозже пойдут цветы. Они уже пошли. Они уже пошли. В общем, девочки, вот такой вот ароматик в виде капельки. Как я уже говорила, я очень люблю дом Герлена. Но я люблю его старые флакончики. То есть у каждого аромата свой флакончик индивидуально. Всё так красиво на туалетном столике. Так красиво все смотрятся. Сейчас пошли флакончики новые с пчёлками. И как-то уже не то. Хотя всё-таки один аромат в новом флакончике я себе купила. Потому что в старом я его просто-напросто не нашла. Я вам о нём расскажу в следующий раз. Поделюсь с вами радостью. Ну, в общем, ладно. Не буду отвлекаться. А то я вам не расскажу то, что я хотела рассказать об этом аромате. Сейчас я уже чувствую такие прекрасные цветы, звонкий аромат, звонкий, весенний, прекрасный. Вы знаете, очень сильно чувствуется мне сирень в нём, пион, сирень. Но это настолько, знаете, ненавязчивый аромат. И он звенящий такой, звонкий и воздушный в то же самое время. Но его нельзя не заметить. Поднимает настроение. Не знаю, я очень его полюбила. И самое главное, в этом аромате для меня нет той неприятной нотки утюга. Горячего утюга. Ой, отвратительная нотка, конечно. Не знаю, он навевает на меня такое состояние тревоги непонятной. Не люблю. Не люблю я ту нотку. Парфюмерию, парфюм люблю, но нотку-то не люблю. Она меня напрягает очень сильно. Так, девочки, девочки, сейчас я вам скажу, нам всем напомню, что это за аромат. Нотки его. Так, девочки, этот аромат выпущен в 2010 году. Это туалетная водичка. И, конечно же, наш любимый парфюмер Терри Вассер. Один из самых любимых парфюмеров. Боже, сколько он ароматов выпустил. Ладно. В общем, основные аккорды у нас – это цветочный, свежий, розовый, зелёный, мускусный и бело-цветочный. Всё верно, да, он ещё и свеженький, но это не банальный свежачок ни в коем случае. Он, знаете, какой свежий? Свежие цветы. Вот роза, ландыш, сирень, пион, апельсиновый цвет. Вот это свежесть самих цветов. Знаете, наверное, так. Не распаренные на солнышке цветочки, а, я думаю, это цветочки уже после дождя, которые. Да, после дождя. И вот, знаете, вот ощущаете аромат этих цветов. Ну, свежий, приятный, после дождя. Прямо на них капельки дождя ещё, на этих цветочках. И вот этот аромат просто-просто снохшибательный. Мне очень понравился. По сравнению с парфюмерной водой, в принципе, ароматы в общих чертах похожи. Но туалетная водичка гораздо звонче, гораздо шлейфовее. Да, шлейф побольше, конечно, в туалетной воде. Гораздо больше, чем в парфюмированной. И он, знаете, такой яркий. В то же время яркий шлейф в этом аромате. В туалетной, в парфюмерной воде этот шлейф приглушен. А здесь он яркий, звонкий. На меня прекрасно сел этот аромат. Мне он очень понравился. Итак, в общем, композиция аромата включает ноты. Мускус, жасмин, роза, лантыш, сирень и пион. Странно, я думала, что здесь есть апельсиновый цвет. Значит, я ошиблась. Это не апельсиновый цвет всё-таки, а жасмин. Который я не очень-то и узнала. Ну что, основные слышимые ноты для меня это, конечно же... Для меня это в первую очередь сирень. В первую очередь я слышу сирень, потом лантыш. С мускусом я очень хорошо дружу, и для меня мускус здесь как бы не слышен. Я бы сказала, почти не слышен. Пиончики я тоже хорошо слышу, и розы хорошо слышу. Да, я все заявленные нотки прекрасно ощущаю, прекрасно их чувствую. Стойкость для меня, скажем так, может, чуть выше средней, чуть-чуть выше средней, или средняя, может, скажем. Но, знаете, аромат насыщен, аромат звонкий, как я уже говорила, очень-очень приятный. Шлейф тоже громкий, и сам по себе аромат не тихий. Он громкий аромат, конечно. На коже он, наверное, у меня вот так вот громко звучит. Часика три – это точно. Ну, а потом, естественно, уже затихает, и нужно вот прямо вот так вот принюхиваться, чтобы что-то услышать. Но часа три он звонко и очень ярко слышен от него шлейф тоже часа три. Часа три он играет всеми этими цветочками. Вы знаете, то один цветочек выглянет, потом второй, потом третий, четвертый. И вот так вот они не перекрикивают друг друга. Один пропадет, второй выходит. И вот так вот они очередуются. Ну, в первую очередь, конечно, мне слышно срень. Это, извините, этот аромат для любителей звонких цветочных ароматов. Этот аромат немножечко, совсем немножечко, мне немножко напоминает Елисейские поля еще чуть-чуточку. Чуть-чуточку я их тоже, я их обожаю. Или Елисейские поля, они у меня тоже вот недавно появились. Я была в таком восторге от них. Раньше я их не слышала нигде. Странно очень. Ну, в общем, чуть-чуточку. Я бы не сказала, что там очень похоже. Не, ни в коем случае. Не очень похоже они. Совсем. Может, направление чуточку похоже. Чуточку. Ну, что-то, что-то в этом есть. Что я еще могу сказать об этом аромате? В принципе, пирамидочка не такая уж и большая. В парфюмерной водичке она побольше. Но этот аромат на мой нос, он звучит ладнее. И в нем нет никаких таких тревожных нот. Это весна, весна во флаконе. Это когда вы идете в мае месяце после дождя, и везде цветочки. И эти цветы, аромат везде вот цветочный. Там пионы, там ландыши, там светка сиренек, там розочки. Ну, девчонки, ну, очень-очень приятный, жизнерадостный аромат, жизнерадостный. Приятный, красивый, счастливый аромат. Капелька счастья. Да, я уже как-то называла один аромат, ароматом счастья. Вот еще один капелька счастья. Я не знаю, для меня это, конечно, на самом деле, этот аромат для меня это восторг. Я его полюбила, мне он очень понравился. Я его буду носить с удовольствием. Этот аромат я точно уже не обменяю, потому что он меня вполне-вполне устраивает. Потому что я, в принципе, и парфюмированную воду люблю. Но вот если бы не было той нотки, я бы с удовольствием носила и парфюмированную водичку. Но, к сожалению, из-за той ноты я не смогла ее носить. И все же парфюмированная водичка тоже очень хороша. И просто она звучит немножко... Как сказать правильно-то? Это более яркая. Та парфюмированная вода более... Не такая яркая. Она приглушена звучит. Вот, наверное, будет правильно так сказать. По сравнению с туалетной водичкой, парфюмированная вода звучит приглушенно. Приглушенно. Цветочки не такие яркие. Сирени я там... Я не помню. Слышно ее. Ну, поначалу, да, цветочки. Поначалу букет цветов, а потом опять же... Это нота жженого утюга. Вот я на ней зациклилась, и все. Но, тем не менее, аромат очень приятный. Так что я все-таки намерена думать, что основному количеству... Вернее, большему количеству женщин этот аромат, конечно, понравится. Придется по душе. Вот еще есть... Интересно мне попробовать идиль сублимой. Вот очень интересно мне его попробовать. Я его не пробовала еще. Если найду, то, конечно, обязательно попробую. Я не знаю. Вот, девочки, его сравнивают некоторые на фрагрантике с Нарцисса Родригес, Родригуэс, Лео Форфхер. Да, для меня это, конечно, сравнение очень необычно. Я не думаю, что он вообще имеет схожесть с Нарцисса Родригес. Нарцисса Родригуэс вообще другое, совсем другое, не то. Здесь чистое звучание цветов, очень чистое звучание, очень яркое звучание. А в принципе, а в Нарцисса там по-другому совсем другое направление, совсем не то, нет. Я не согласна, что он похож, но это же опять лично мое мнение. Я не профессионал в плане парфюмерии, я любитель. И мое мнение, это мое мнение, я никому ничего не навязываю. Я просто здесь рассказываю, что чувствую и как чувствую я. Что я еще могу сказать об этом аромате? Прелесть. Я его очень люблю, мне он очень понравился. Советую, конечно, вам его сначала потестить, посмотреть, как он поведет себя на вашей коже, выдаст ли он вам какие-нибудь сюрпризы, потому что парфюмированная водичка мне эти сюрпризы выдала. Так что обязательно тестите, не делайте, как я. Я обычно покупаю ароматы или их обмениваю без всяких затестов. Для меня, когда аромат приходит, он на самом деле для меня является огромным сюрпризом. Я люблю так, да, мне может и не понравится аромат, сколько такое было, что ароматы не нравились. Ну что ж, ну не понравился, значит, я выставляю этот аромат на обмен. Или же его продаю и взамен покупаю себе какой-то другой аромат. Да, вот у меня, конечно, такое увлечение этими ароматами, этой парфюмерией. Ну что, я думаю, кто любит ароматы, кто любит парфюмерию, меня прекрасно-прекрасно поймут. Полезть такая, ничего не поделаешь, всё зависимое, зависимая я от этих ароматов. И мне всё мало-мало-мало, и я не знаю, насколько мне хватит с этими ароматами. Ну, в общем, пока ознакомлюсь, пока что-то приобретаю. Мне это нравится, я это люблю. Спасибо, девочки, что были со мной, спасибо, что послушали мой отзыв. Очень надеюсь, если я кому-то помогу в определении с выбором аромата. Может, вы сейчас думаете, парфюмерованную водичку купить или туалетную. И после этого видео, возможно, у вас всё-таки сложится более полное мнение о аромате. Всего хорошего, спасибо, что были со мной. До встречи.